Всем привет! Вы на канале Интересные Путешествия. С вами Жульена и Жульен. Доброе утро! Настал еще один вьетнамский денек. И у нас сегодня по планам посетить термальные источники, ай-резорт называются. Мы сейчас идем в русский информационный центр, потому что оттуда отправляется трансфер в ай-резорт. Туда где-то ехать 5 километров. Стоит в обе стороны трансфер 50 тысяч донгов, это 150 рублей. На человека. На человека, да. В термы вход либо 300 донгов, это если вам надо посетить грязевую ванну, и 120 тысяч донгов, если не надо. То есть, соответственно, умножаете на 3 и получаете рублей. Ну, получается, не входит лишь грязевая ванна, а остальное это минеральный источник, бассейн, горьки, все такое. То есть, там переплата идет в два раза за грязевую ванну. Ну, мы решили, нам как бы не надо. Плюс ко всему, она снимает загар. Это грязевая ванна, поэтому, если вот вы загорали, 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 потом в грязевую ванну зайдете, ну, у вас загар подсойдет, поэтому не совсем рекомендую. Никто не поверит, что вы были в Вьетнаме. Да. Мандариновое дерево едет само по себе. Добрались в i-resort, тут небольшие ремонтные работы идут. Сейчас мы отправляемся на ресепшн, отдадим купончики от русского информационного центра. Да, если есть от русского информационного центра, вам скидка 5%, имейте в виду. Ну, и трансфер. Вам проще трансфер заказать у русского информационного центра, чем туда, чем... Не, ну, если вы на байке, то вам еще проще. Да, если вы просто на ногах, то так проще, даже дешевле, чем на автобусе. Сейчас туда-обратно отвезут, заберут на комфортабельные маршрутки. Пили билетики. Сейчас первым делом приехали. Я иду в туалет. Смотрите, тут такая территория даже туалета. И вот он открытый, вот под такой вот крышей классной. Все деревянненькое. Тут же и кабинки, в принципе, все довольно-таки прилично. Телезория большая, но все написано на русском. Поэтому очень удобно. Есть камеры в поменении здесь. Где она все? Налево. А, ну вот, высевал. Вот, все, прошли все контроли, которые могут быть. Давайте посмотрим, что здесь есть. Вот первый-то бассейн. Я так понимаю, он тепленький. Ну-ка, потрогай водичку. Тут вот джакузи даже сразу внутри. Потрогай водичку. Ой, она горячая. Горячая? Теплая-теплая. Ну да, теплая водичка. Непривычная, да? Вроде бассейн. Да, теплая. Да, говорят, после обеда наплыв идет китайцев. Ну и как бы все. А у нас как раз примерно по времени так. Там газевая ванна. Да, ну, нам, наверное, не нужно. Да. Здравствуйте. Минеральная вода еще. Наверное, она тоже как-то по этому отличается по температуре. Конечно. Идем дальше, напитки. А вон водопад даже. Еще один источник. Вроде ничего. Круто. Не прыгать, не сморкаться, не плевать, не лезть, не пить. Ого. Где? А, вот горочка. А, это уже вип-зона там. Место классное. Прям крутое. Да. Есть зона вип, но там, в общем-то, именно вип, эти ванночки, все, вот там массажи. Все делается индивидуально. Я никогда еще не купалась в теплом бассейне. Ой, тут ступеньки осторожны. Ой, прям, а, вот здесь весенька-то. А, тут типа сидеть можно. Можно, да, мы прям под носом. О, вообще здорово. Гидромассаж. У меня носит. У меня тоже. Их подкидывает. Опробовали первоисточник вообще крутой, мне понравился. Вода теплая, теплющая. Кстати, вода минеральная, соленая. И идем. Лапочки летают. Да, идем опробовать следующий источник. Вон он, рядышком. Знак интересный. Напишите в комменты, если догадались, что он означает. Пробуем второй источник. Это тоже теплая вода такая же. Я думаю, тут тоже самое все. Тут, наверное, тоже самое. Только тут, по-моему, глубина меньше просто. Меньше. Ну да. Почему-то там, где-то, где-то, где-то все. Не знаю, может, они про нее не знают. Да, я знаю только, что тут метр. Там тоже метр. Там сразу же такая глубина. А тут, видишь, с маленьких. Метр 30 долларов. Если он метр 35, то у меня останется 35-6 метров всего лишь. Там даже меньше. Там даже спасатели есть. Да, кстати, она теплее. Горячее. Но неприятно. Неприятно? Нет. Ну, приятно, когда холодно. А так, когда у тебя полуобгоревшая течь, так... Ну да. Если, кстати, да, если сгорели, то вдумайтесь сюда ехать. Вам тут вообще будет не очень. Потому что я помню, в Таиланде мы на горячие источники попадали, и я был сгоревший. Было так больно, что я даже, как бы, и не полез. Там было 30-40 градусов. Мне по шейку здесь. А мне по пояс. Я не знаю, почему. Мне по подгрузке. Но тут, походу, обрыв. Аккуратней. Ха-ха-ха. Это, скорее всего, детский. Да, это детский. Тут самый крутой. Там красиво, красиво. Да, место шикарное прям. Кстати, новая терма. Есть еще старые. Старые, как называется? Бах, что-то там. Тхабах, что ли? Тхабах, да. Да, не старые. И там тоже вроде как неплохо. Интересно вот здесь сейчас будет. На водопад. Водопад водной горки. Душевая камера. То есть, по-моему, там получается два вот этих вот. А я просто понимаю, а если тут бассейн просто обычной водой. Наверное, вот он. Мне кажется, тут будет холодно. Да, здесь вода будет холодная, походу. Нет, ну такая. Такая, попрохладнее, чем предыдущая. А, ну тут как бы просто сидеть можно. Многим наверх поднимают. А, вот там один метр, там поглубже. А тут сколько? А тут поменьше, я не знаю, не написано. Сейчас будем испытывать циркулярный душ, и Игорь вот отсюда пойдет. Тут такие ощущения, на самом деле, интересные со всех сторон. Мощные струи. Промойка. Я весь промок. Интересненько. Холодно. Это как массаж. Ребята варятся в каше. Ну да. Это суп сырный. Класс. Или грибной. И вот мы сейчас идем. Что-то еще тут обнаружили. Значит, это все ванночки, ванночки. Ну их прям полно, несколько уровней. А, ну здесь тоже водопадик для мам с детьми. Видишь, он маленький, по коленам. Поэтому с детками сюда прийти, вообще класс. Всем понравится, это прям обязательно. И дальше снова грозевые ванночки. Вот такие вот деревянные. Скорее всего, травные проходят ванны. С травами. Совершенно фантастическое место. Здесь можно находиться прям вот целый день, с утра до вечера, наверняка. Многие так хотят. Но мы, наверное, будем до после обеда. Часов до двух, может, и здесь побудем. И все. Бассейнов здесь полно, с разной водой. Понравится. Здесь, мне кажется, абсолютно всем есть кафешки. Можно попить, купить прохладительные напитки. На каждом еще обу-туалеты. В общем, очень облагороженная, красивая территория. Просто супер. Сейчас будет смертельный меломер. С теплого водопада. Красиво. Продолжаем наше путешествие. Тут в скале вмонтированное что-то. Вот, нам сюда. Надеюсь, что тут будет тепло. Ну, такая, потеплее, чем там. Тут не теплее, да. А там телечик, видишь? А тут? Да, тут получше будет. Пойдем в тот. По-любому горячий и крутой. Ну да. Если кто-то стырит, придется новое купить. О, мне кажется, этот теплый. Мне больше все теплый нравится. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Он такой красивый. Бурлит весь. Ай, он холодный, сука. Он холодный. А, ну-ка, ну, это, видимо, обычный бассейн. Правда, с джакузи. Потому как видишь, он светлый уже такой. Ну, после тепленького непривычно, да? Ну, и обычный бассейн, значит. Жалко то, что рядом нет холодного и теплого. Он теплый. Или это для деток? У него пока ты бежишь. А, это для деток, это для деток. Ну, так вот половина бы. Ну, да, чтобы раз, окунулся, сейчас. Да, было бы вообще классно. Куда дальше? Тут мелко. Мелко маленькое водопаде, так что. Что? Искусственный пляж. Потому что там... Волны, можно, наверное, на острове кататься. Искусственные волны, да. Я же тебе говорила об этом. Скорее всего, тут это должно быть. Ну, видимо, вот делают это только. Потому что это новое все. Ну, да, вот отсюда, конечно, эти штуки. Искусственные волны. Ну, это прикольно, да. Вот такая большая, там как бы зона пляжа, песочек. Все красиво. И здесь вот еще делают выше, выше, выше. Все это там, работы ведутся. Класс. Пришли к общему мнению, прогулявшись по всем этим термам, что вот эти самые лучшие. Тут теплее всего. Тут джакузи есть. И тут меньше всего народа. А, здесь вообще нету. Я не знаю, в общем. Все просто проходят туда, там, на водопады. Ну и вообще сейчас, в принципе, здесь людей всего человек 100. У меня такое ощущение. На всю огромную территорию. Ну, не 100. Меньше? Ну, посмотри, только здесь человек 50. А, да. Ну, в общем, такая большая территория, что кажется, что народу не... Пойдемте посмотрим в кофешку, что там продают. Заказали два фреша по 35 Дан Гок и тарелка ассорти 60 стоит. Чисто перекусить немножко. Нажать и цены на 3, и получается рублей. То есть, эти по... Ну, грубо говоря, по 100 рублей в кофе. А ассорти 60, 120, 180. 180. Получается 380, да. Реально свежевыжатое все. Очень вкусно. Да, и вкусное, насыщенное. Сменили обстановку. Все-таки пришли на холодный бассейн. Потому что после обеда, или даже к обеду, начинает так жарить, что просто очень жарко. Вот так жарит. Уже практически час, и к обеду очень много. Прям в раза или в три раза больше людей. Поэтому рекомендую приезжать сюда до обеда, где-то к 8, к 9. И тогда можете нормально пофоткаться, нормально везде во всех бассейнах потацеваться. И будет намного лучше. А вот после обеда приезжает просто куча китайцев. Начинают орать, короче, везде тут бродить, ходить. Ну, вон они. Как муравьи. Только что придумал идеальное сочетание и продегустировал его. Короче, сначала лежите, чтобы вам тепло или жарко стало. Просто под солнышком загораете. Дальше идете вот на этот бассейн, на самый холодный. Тут немного покупались. Можно в этом джакузи посидеть, чтобы вам прохладно стало. Дальше идете на водопад. Там вода потеплее, и водопад сверху на вас будет падать. И делать массаж там на плечи. Только голову немного прикрываете, чтобы по голове не бил. Ну, то по голове неприятно. А дальше идете вот на тот дальний, на теплый источник. И там тоже сидите, в джакузи отмокаете. И вообще просто прекрасно. Я сейчас вылез, как будто я только-только родился. Короче, как будто только родился, и у меня прохладно. Вообще идеально. Я заново лежу и загораю. Сколько еще таких подходов будет? Пока меня не вырубят. Пока есть не захочется. Что расскажешь про термы? Прикольно. Я бы здесь каждый день потусила. Тут еще и спа есть. Но это, кстати, не так дорого. Там что-то вот. Да, да. 3 миллиона там. Или миллион, скажем. Не помню. Ну, как бы нормально. Ценит, в принципе. Даже на все. Вот. Прикольно. Да, я даже не ожидала, что во Вьетнам, если что-то такое есть. Ну, вроде Вьетнам, море, джунгли, ну, и все. Города, допустим, нет. Тут вот еще есть еще и не одни, оказывается. А посмотрите, как уныло все выглядит, да, в послеобеденное время. Не так ярко, насыщенно. Все уже в теньке. Народа очень много. Поэтому мы приехали прям ровно в правильное время. И сейчас уже поедем потихонечку домой. Ну, вот и приехали мы. Очень понравились нам i-resort. Всем рекомендую, да? Да. Отличная терма. Прям вот день провести там вам обязательно надо, если будете в Вьетнамке, да. Поэтому поставьте лайк за отличную рекомендацию. А на этом все. Всем пока.